ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Китайский Бог, зачем ты балуешь меня? Я лучше селтаса возьму, не так заметен буду я. Зачем мне все за полтора, уж лучше ничего за два. Пошел в салон, купил К5. Да, я хочу, хочу страдать. Здравствуйте, любители красной икры, элитного алкоголя и премиальных автомобилей. Добро пожаловать на канал ФилАвто. И сегодня для вас, для своих подписчиков, ну и в целом для зрителей я хочу оснять вот этот вот красненький автомобиль. Вот, почему-то он китайцами немножечко, ну, забыт, да. На первое место поставлен Coolray. Но тачка заслуживает внимания. Тем более в таком охрененном цвете. Тем более такие обозначения GILI, GS или GS. Ну, то есть, опять же, двухтрубья, да. Причем в одной труба, а в другой хрен. Давайте сразу, не отходя от кассы, будем смотреть багажник. Автомобиль, на самом деле, очень интересный, потому что это, ну, не как вы все привыкли, это не турбовый. Ну, об этом мы еще поговорим. Смотрите, вот такой вот багажник. Причем, смотри, здесь сделано, ну, то есть, если сюда насыпать картошки, да, то она, в принципе, не выпадет, если ты откроешь багажник. У нас здесь, опять же, как говорит мой консультант, запрещенные китайские технологии, да. Вот здесь у нас получается... Ох, ты ни черта себе! Так это попахивает Шкодой! Так, сделаем вот так вот. Смотрите, у нас здесь, ну, естественно, дорожный набор, да. И что у нас там, надо обязательно посмотреть. Докатка! Вот, причем тут куски рубероида видны. Ну, шумку мы еще посмотрим. Так вот, друзья, вот такой вот у нас багажник. В принципе, средних размеров. Ну, я думаю, что сюда пару больших сумок спортивных можно положить, а может быть, даже какую-нибудь китайскую авоську. Вот, камера заднего хода у нас здесь есть. Надо будет протестить ее обязательно. Ручка, вот, и более ничего. Прилично. Ну, это такой, знаете, наверное, вот мы снимали недавно Toyota C-HR, да. Я все никак не могу ее выложить на канал. Я боюсь, что от меня просто люди начнут подписываться, вот. Потому что, ну, там, конечно, тачка прям ужас. Кстати, маркетолог Toyota очень сильно визжала, когда узнала, что я сравниваю C-HR с китайцем. Ну, я просто хочу сказать, я наоборот, китайц, наоборот, C-HR продвинет. Вот, потому что китайцы сейчас же тренд. А, друзья, смотрите, у нас сразу задний ряд. Причем он, ну, он реально выглядит офигенно. Классно. Сейчас мы, сейчас мы присядем как раз и все это дело посмотрим. Самое прикольное, я вам оставлю на десертик. Смотрите, сейчас давайте я быстренько сяду вперед, чтобы под себя отрегулировать. Опа. Ну, вот, примерно это будет вот так вот. Так, здесь нормально. Садимся назад. Ну, кресла, конечно, барские. И места здесь действительно очень много. Автомобиль у нас переднеприводный, поэтому здесь у нас ровный пол. Что мы здесь имеем? Одна USB-шка. Вот, и два таких, две такие небольшие ниши. Вот, никакого пластика здесь. Все четко. Если нужно, если там ребенок вам пинает вот в эту часть ногами. Ну, допустим, у меня в Hyundai здесь такая вот, ну, такой полиэтиленчик сделан. Вот, и ради бога. Самое прикольное, десертик. Смотрите, вот прям внимательно на это смотрите и вспомните, какой у нас был подлокотник с подстаканниками в Kia K5 за 2,200. Кстати, напоминаю, что эта машина стоит миллион четыреста девяносто девять. Ну, полтора миллиона. Оба-на! То есть, подогревы у нас здесь есть, задних сидений. И вот такой вот у нас подстаканник. Ну, то есть, ну, вообще. K5 просто нервно курит в сторонке. Опять скажут, ты ненавидишь корейцев. Да я, мне в принципе-то вообще поровну на все автомобили. Вот, ну, если люди-то, видите, как сделали неплохо. Ну, кстати, по коже, да. Кожа не молодого, хотел сказать, японца. Не молодого китайца. А какая-то такая слегка игрушечная. Ну, смотри, здесь у нас есть перфорация. Вставочка коричневая. Выглядит очень и очень хорошо. Кстати, сиденья-то у нас раскладываются. Ну-ка, сразу же затестим это дело. Ну, вот примерно так вот это все выглядит. Недурно, недурно. А что у нас? Может быть, у нас еще, видите? Так вот, друзья, по месту, конечно, здесь место предприятия. Прямо-таки предостаточно. Вот. И это, в принципе, хорошо. Можно сказать, семейный автомобиль. Сразу по... Давайте пройдемся по дверным картам. Все как... Все как сделано, ну, как в добротном китайце. То есть, у нас здесь все мягенькая. Вставочка такая. Здесь металл. Самое, наверное, главное, это здесь... Не то, что главное, а интересное. Кстати, опять же, друзья, хочу передать привет владельцам Kia K5 за 2 миллиона рублей. Бесключевой доступ. Сенсорный причем. Вот. А у вас с кнопкой. Опять же, привет аркановодам. Дисковые задние тормоза. А у вас барабанные. Привет. Так, открываем. Мотор. У нас, получается, здесь... Вообще, на Россию идет два варианта. Это механическая коробка передач и робот шестиступенчатый. По моторам. Здесь у нас 1.8, 133 лошадиные силы. Здесь у нас, естественно, никаких газовых опор нет. Вот, получается вот такой вот двигатель. На роботизированной коробке передач шестиступенчатый. Гитрак. Сухая коробка передач. Вот. Ну, блин, конечно, тут грязновато. Но, по крайней мере, видно, да, что пыль сюда пробирается. Вот. Имеем вот такой вот небольшой, небольшую резинку. Ее, конечно, побольше. И такую небольшую шумку. Но, смотрите, у нас, получается, капот совсем маленький. То есть, такой, ну, блин, странный. Он даже не похож на Кулерея. Вот. Все, в принципе, здесь, ну, в доступности, да. Заливная горловина. Рядом с генератором. Ну, как бы нормально. Бачок похожий на бачок Вольксвагена. Вот. 133 лошадиные силы. Мы сейчас их проверим. Здесь по стоянке погоняем. Посмотрим, как они будут дуть. Ну, судя по тому, что здесь атмосфера, наверное, разгон будет не очень хорошим. Но, кстати, мотор здесь такой же, как стоит вот на вот этих вот М-Грандах. Вот они стоят. Аня, можешь показать. Вот. То есть, проверенный, как говорится, временем и проверенный таксистами. Таксисты эти автомобили, в принципе, любят. И, кстати, был еще вариант, что почему у нас продажи Альмиры немножко снизились. Потому что люди стали брать вот эти вот М-Гранды. Потому что они больше, это кроссовер. Кстати, допустим, по клиренсу здесь 193 миллиметра заявленных. То есть, как бы, ну, в принципе, неплохо для переднего, для переднеприводного автомобиля. Друзья, предлагаю сесть за руль и, соответственно, прокатиться. У нас здесь, кстати, электропривод сидений. У тебя там дало электропривод или нет? У меня. Дрезина ручная? Нет, только для водителя. Так, так вот. У нас шестиступенчатый робот. Вот такой вот руль. Он, ну, руль сняли с атласа, да. Естественно, здесь у нас ручная дрезина. Но, по сути, вот впереди, ну, блин, сидится комфортно. Кстати, вот эта вот панель тоже от атласа, да. То есть, прям вот эта вот от атласа. Вот, что у нас тут с прошивкой? Натуральная нить, настоящая. Привет, Kia Sorento Prime за 2 миллиона 600. Вот, стеклоподъемники. Так, сразу давайте запустим. Вот здесь натуральная нить, а здесь нет? А здесь натуральная, да. Ну, вот здесь-то натуральная. А в Sorento Prime вообще нет натуральной. Везде обманка, черт подери. Кнопка старт-стоп. Ну, как бы, в китайце это, ну, нормально. А вот, допустим, я снимал вчера Skoda Karoq. Там миллион, миллион пятьсот, миллион пятьсот с копейками у нас ключ был. Ключик здесь такой же, как в атласе. То есть, это, блин, это такой мини-атлас, наверное. Но у нас нет здесь, к сожалению, дуг. Но, но зато есть вот такие вот подстаканники глубокие. Причем, сюда можно еще и кусок бутерброда положить. USB-шка у нас здесь есть. Прикольно. А это что, для телефона? Нет. Вот здесь маленький, может подключить. А, подключить скорее всего. Что-то, кстати, думает долго. Может, сколько сидим, да, сколько заведено. А оно только сейчас заработало. Вот, климат-контроль у нас здесь есть. И вот такой вот многофункциональный подлокотник. Кстати, глубокий. Ну, я думаю, что, наверное, нет, бутылка водки сюда не влезет. Поэтому, поэтому Паша Лазин может обломаться. Так, это сюда. Вот, получается, что у нас? Стеклоподъемники. Автомат здесь. Автомат сзади. Сзади автомат. Китайцы, зачем? Китайский бог, зачем ты балуешь меня? И, кстати, смотрите, панорамная крыша. Вот, что у нас здесь есть. Вот это кайф. Ты что, смотри, двойная здесь, тройная шторка. Офигеть. Мадрид, мадрид. Миллион четыреста девяносто девять. Зачем, китайцы? Вы что творите? Вот подочечника нету. Это минус. И подсветки нет рыла. Это тоже минус. Ну, блин, за это можно много отдать. Так. А, слушай, так это не открывается. Вот еще получается. Типа обманка, что ли? Да. Здесь обманули. Реклый свет. Обалдеть. Ну, что, друзья, давайте прокатимся. Хочется мне немножко давануть. Кстати, показывают расход 9,5, но я думаю, что вряд ли можно. Я думаю, что, наверное, его чуть меньше сделать. Получается 1,8, 133 лошадиные силы на роботизированной коробке передач. Сейчас посмотрим, что она может. Есть спорт, есть эко, ну и, соответственно, есть обычный режим. Давайте сразу спорт переключим, чтобы для понимания. Так, ну что, готовы? Пристегнусь, наверное. Нет, подождите. Ох, нифига себе, тут даже педаль, которая как на BMW. Смотри, снизу идет. Обалдеть. Нифига себе. Ну-ка. Давай пищать будем, наверное. Да и пусть пищит. Чувствуется, что тяжелый. Кстати, тонну 300 здесь веса всего. Но такое чувство, что он, блин, реально тяжелый. Посадка класс. Вот он больше похож на седан. Такой, не знаю, такой, может быть, минивенчик маленький. Но ближе, наверное, к седану. А вот Coolray выше. Блин, он мне нравится. Малютка такая. Ну да, задумывается что-то. И вот эта вот блажь, как в корейских автомобилях. Как он вернулся? Блин, реально большой. О, Coolray стоит. Ну и. Ну и. Ой, ты уже доказал, что ли? Нет, не успел. Нет. Так, тестим камеру. Ну, камера, блин, нормальная. Вот, по-моему, такая же, как в Атласе, наверное. Ну, раз уж здесь у нас мультимедийка, как в Атласе. Ну, мне кажется, четче она выглядит. Ну, это такой вариант таксерский. Кто не хочет заморачиваться с турбиной, потому что многие говорят, турбина, турбина, там лишняя запчасть. Вот, пожалуйста, атмосфера. 133 силы. Я думаю, прям вообще вкатит, если что. Единственное, что багажник маленький. Глубокий, но маленький. А так, блин. Это, кстати, это вариант, конкурент X-Ray. Сейчас, кстати, я слышал новость. X-Ray-то вообще продажи провалил, причем конкретно. Вот, мне кажется, ходом она будет нормально брать. С места, конечно, она обложит. Пробег 11 тысяч, что-то вообще не едет нифига. Ну, что ты хочешь без турбина? Мы же привыкли все к турбине. Ну, а так, в целом, для такого комфортного передвижения по-пенсионерски, тачка вообще прям в тему. Получается, у нас здесь есть МКПП, вот, также 1.8, и, соответственно, есть робот. Вот, на МКПП, по-моему, три комплектации мы имеем, а уже на роботе одна комплектация лакшери. То есть, здесь, по идее, должно быть все. Такой вот неплохой городской автомобильчик. Это был канал Филавто. Всем удачи и покупайте Селтас. Пока. Покупайте Селтас? Селтас лучше, он же ликвиднее. Селтас лучше.